Всем здравствуйте! 1 июня, в День защиты детей, на Троекуровском погосте простились с известной актрисой Анастасией Заворотнюк. На траурном мероприятии было сотни людей, море цветов и слез. Среди всего этого действия особняком держался фигурист Петр Чернышев, самый любимый и преданный муж Анастасии Заворотнюк. В этом почерневшем от горя мужчине было сложно узнать цветущего и красивого человека. Это была идеальная пара, силы которой, как говорил сам Петр, давала любовь. На прощании с Анастасией он едва держался. Измученный, сбривший бороду, похудевший от горя и похожий на тень, он не отходил от гроба с любимой супругой, он действительно был с ней до самого конца. В последние минуты в Покровском монастыре, пока они были рядом, он тихо плакал и старался это делать так, чтобы никто не видел. Но те, кто подходил к нему, чтобы выразить свои соболезнования, сами начинали непроизвольно плакать вместе с ним. Около белоснежного гроба Анастасии в этот день собрались самые близкие люди и поклонники. Муж Петр, пожилая мама Валентина Борисовна, и, конечно, любимые дети, сын Майкл и дочь Анна с мужем. Самую маленькую и долгожданную малышку Милу, которую Анастасия так хотела родить Петру, решили оставить дома с няней. Для Петра, понимающего и такого любящего, случившееся все равно стало потрясением, хоть все и знали, чем это закончится. Как бы горько это ни звучало, но эти непростые несколько лет стали настоящим подарком судьбы для семьи. Вместо нескольких месяцев, которые обычно живут люди, с таким диагнозом, Анастасия прожила целых пять лет. Как позднее скажут врачи, это уникальные случаи, так как всего 10% пациентов с глиобластомой живут так долго. Отметим, что Петр постоянно стоял в отдалении от всей семьи, пытаясь пережить свое личное горе где-то глубоко внутри себя. Почерневший от горя, он явно не готов был делиться своими переживаниями с кем-то еще. И если смерть разлучила их, то души навсегда останутся вместе, видимо, эта мысль утешала его. После похорон муж, Заворотнюк, нашел в себе силы, чтобы сказать несколько слов. Он был сдержан, полон любви, прекрасных воспоминаний, но такой уставший. А от его слов на глаза буквально наворачивались слезы. «Наша любовь давала всегда силы. Я уверен, что она сейчас видит все сверху и радуется, что все будет хорошо», — отметил фигурист. Кажется, что он до последнего не хотел отходить от могилы любимой женщины. Но сделать это все равно пришлось. Перед тем, как уйти от могилы, Петр со слезами на глазах поцеловал крест и попрощался с Настей. Определенно режиссеры и сценаристы должны снять фильм об их большой любви. Актриса боготворила своего Петра, а от всецела отдавал ей себя до последнего вздоха. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Всем удачи и пока!